Хранившиеся три года 364 ящика распакованы. В Харьковской филармонии начали установку органа. Работает команда немецких специалистов фирмы Александр Шуке. Сначала был составлен акт приемки инструмента, затем зал проверили на соответствие акустическим требованиям. Мы получили здесь шикарные условия для работы, то есть идеально ровные стены, ровный пол, все инструменты, все материалы, которые нам нужны для работы. Завершить монтажные работы специалисты планируют до июля. Затем, рассказывает директор филармонии Юрий Янко, в концертном зале начнут установку более 500 кресел. Они будут бесшумны из несгораемой испанской ткани, расстояние между сидениями по евростандартам. Также на сценой смонтирован потолок-трансформер. Реконструкция Харьковской областной филармонии возобновилась осенью прошлого года по инициативе губернатора Игоря Ранина. Ему удалось добиться выделения финансирования из госбюджета. В прошлом году мы четко сказали относительно того, что это приоритет. Филармония должна быть в таком культурном центре, как город Харьков, в культурном центре Украины. По-другому это абсолютно неправильно. И работы возобновились. Мы добились финансирования, мы добились возобновления работ. И сегодня говорим о том, что первый выпусковой комплекс Харьковской областной филармонии. Речь идет об органном зале. К дню города будет подготовлен. Хочу сказать, что обладминистрация сегодня делает все возможное для того, чтобы все было абсолютно в срок. И сегодня, и завтра, и каждый день у нас здесь Евгений Демьянович Шахненко проводит планерки в 8.15 утра. Новый концертный зал и два админкорпуса филармонии строители сдадут накануне Дня независимости. Юрий Янко рассказывает, планируют в день открытия большой разноплановый концерт с солистами, ансамблями, оркестром и хором. А вот звучание органа слушатели смогут оценить не раньше ноября. Настраивать инструмент немецкие специалисты начнут в конце августа. На эту работу нужно не меньше двух месяцев. Викторий Вашкевич, Дмитрий Герасимов, Медиагруппа «Объектив».